не блин представляете у меня человек забыл телефон айфон видимо судя по всему ура ну все можете меня поздравить всем привет всем привет я вот на работе вышла на работу после такого продолжительного отдыха отдых у меня был достаточно большой больше чем три дня так что я сегодня на работе пошел сегодня снег удивительно утром прям поэтому отвезла сейчас первый заказ в мегу здесь белая дача сегодня у меня назначено по бизнес-классу видео интервью то есть как бы предварительный уже как бы экзамен я прошла и еще должно состояться видео интервью так что в 3.30 мне нужно быть свободной и дождаться когда мне позвонят для прохождения интервью вот я как бы готова рубашка брюки все есть что я работаю посмотрим какой сегодня будет день какой будет день вот так что я сейчас заехала не знаю как какие-то будут у меня заказы поэтому ну вот почему-то странно заказ отозван сервисом ну ладно посмотрим как дальше погода шепчет первая поездка была которая только что стоила 298 рублей ехали наверное я как-то не обратила внимание минут 15 наверное то есть это вообще ни о чем проводник предлагает ехать в места как говорится повышенного спроса ну я тогда поеду сейчас вот езжу катаясь и везла девушку везла девушку зинаида поездка стоила 438 рублей она перевела 600 рублей спасибо большое сейчас такая интересная ситуация сейчас время у нас без пяти мне пришел заказ первый заказ я пропустила не стала брать потому что там было написано долгая поездка приходит второй заказ с варшавки я его беру подъезжаю на место смотрю что посмотрела куда ехать 26 там какой-то километр мкад смотрю что это очень долго 50 минут и а мне будут звонить в 13.30 я думаю господи боже мой что же делать ну думаю ладно будь что будет я уже на месте подъехала вот и останавливаюсь и мужчина заносит говорит отвезите вот тут детали от машины я думаю он говорит никто не поедет поедет детали от машины думаю господи боже мой как здорово но так не бывает как говорится лучше не придумаешь так что сейчас без пяти три я как бы моет машина в улице так что там где-то в половину я остановлюсь в каком-то таком тихом месте и буду ждать когда мне позвонят ну все позвонила мне девушка из яндекса по поводу интервью прошло интервью у нас первый раз она мне позвонила я ехала за рулем я говорю вы перезвоните минут через пять потому что я запарковалась встала где-то вот она перезвонила и были такие интересные вопросы то есть обычные вопросы она задавала которые по теме то есть дресс-код что должно быть в салоне вода и все остальное дальше вот варианты с пассажирами был интересный вопрос был интересный вопрос она сказала что если клиент просит пассажир просит закурить айкос что ваши действия давайте я вас остановлю и вы покурите вот или то есть мы сделаем остановку вы покурите спокойно мы дальше поедем она говорит а если клиент говорит что я очень тороплюсь давайте по-быстрому все равно запаха нет я сказала что у нас по сервису не допускается курение в салоне она говорит а если он закурил все и говорит давайте галина ничего страшного я тут по-быстрому покурю потом выветрится если он не собирается как бы прекращать она говорит а если он все равно настоит на своем и продолжит курение я говорю ну что тогда делать тогда пусть докуривает и после поездки я тогда заеду на мойку проветрю обработаю машину для того чтобы в машине не пахло ну как бы на все вопросы ответила она говорит последнее что я хотела бы вам сказать по поводу вот этого именно вопроса она говорит что лучше не останавливать машину то есть если клиент все таки продолжает курить и не останавливается не надо машину останавливать чтобы с клиентом не было никаких проблем чтобы не было нареканий продолжить движение ну и потом как бы машину машину проветрить чтобы не так пахло а и мне сказали что ответ она мне сказала что придет от яндекса в течение суток вот поэтому я буду надеяться что придет хотя ура я прошла мне сейчас пришло сообщение как раз пока я вам тут наговаривала мне пришло сообщение что мне открыт доступ в бизнес тариф я могу подключаться я могу работать в бизнес классе ура ну все можете меня поздравить я на самом деле оформилась уже давно как самозанятая через приложение налоговое так что сейчас можно будет это как раз уже есть такая у яндекса услуга бизнес то есть можно пользоваться бизнес можно катать бизнес тариф на яндекс кардшеринге в кардшеринг по бизнесу у них используются машины и класса и 220 по моему и бмв пятерка вот но подробнее более я вам потом расскажу потому что я у меня вообще сейчас заказ я везу вот это все никак не довезу эту палку вот и потом подробно с вами порадуемся я вам скажу что еще мне написал яндекс сообщение у меня уже вечер я еду в Москва-Сити в парк Победы время уже почти 8 часов я поставила заказы по дороге домой вот так что сейчас еду 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 кстати у меня заказ мама здесь расселяла еще давным-давно поклонная гора ой расселяла здесь квартиру прямо в этом доме самый последний дом поклонной горы тогда еще не было еще не построили приветики доброе утро у нас 5.30 утра я уже выхожу чтобы выйти пораньше и закончить пораньше и закончить пораньше посмотрим какой рабочий день будет вот я немножко подстыла когда с малей ходили мы гулять на на речку так что такое состояние ну ничего вот мы посмотрим какой будет день а вчера не рассказала вам по поводу Яндекса одобрили мне все этот бизнес и интересное сообщение такое прислали что в Яндексе существует тайный покупатель для того чтобы соблюдались условия сервиса бизнес-класса от Яндекса периодически будут подсаживаться тайные покупатели то есть это это сотрудники компании которые будут проверять как раз каким образом предоставляется сервис вот ну все сейчас буду разогреваться и поеду так ну я поехала у меня как раз сейчас первый заказ время 5.48 выезжаю вот так что вот такие вот требования по поводу тайных покупателей чтобы соблюдать сервис в качестве единственное мне нужно будет обязательно сделать фотографию профиля вот это нужно записываться и ехать я так понимаю в офисе Яндекса и там делать правильную фотографию ну вот в принципе пока так насколько потом в бизнес-классе должна быть вода вот но все это по ходу дела то есть я сейчас как бы мне надо отработать и ну и заниматься этим делом фотографии я могу сделать наверное по пути надо будет посмотреть на перерыве куда мне вообще ехать и что вообще делать там с этой фотографией профиля где фотографироваться там нужно записаться еще будет ну как все в процессе посмотрите какие еще улицы пустые еще пока никого нету пустые улицы очень здорово так ну у нас уже 7.30 я уже в центре вы должны видеть этот заказ это просто какой-то глюк мне кажется из-за того что в центре Москвы стоят глушилки просто начинаются какие-то глюки сейчас я вам покажу смотрите пришел заказ мне до него ехать двадцать семь километров это что такое двадцать семь километров тридцать девять минут и куда мне ехать из центра мне нужно ехать на улице Братиславская тридцать один это что такая за подача это что такое это что с Яндексом происходит расскажите мне это какое-то издевательство или что это просто надо сделать скриншоты чтобы посмотреть что это вообще такое кроме того то есть смотрите подача тридцать восемь минут двадцать шесть километров и посмотрите куда мне подавать я нахожусь на улице Бутырский вал мне подавать машину на Братиславской тридцать один посмотрите сколько это ехать это ехать по времени тридцать восемь минут это что за заказ от Яндекса и пассажир мне пишет здравствуйте пожалуйста побыстрее это каким образом я должна проехать двадцать шесть километров для чего День уже час дня я уже успела утро отработать потом успела даже заехать домой перекусить покушать чтобы не тратить деньги вот была потому что рядом с домом думаю дай зайду домой и перекушу дома как раз всех увижу вот перекусила сейчас вышла обратно работать единственное хотела сегодня съездить сфотографироваться по поводу бизнес-класса для фотографии в профиль но я сегодня в джинсах то есть рубашку одела а работаю в джинсах поэтому завтра нужно будет мне одеться в пол при параде и опять назначить фотографию туда ехать на огородный проезд в основной офис яндекса и фотографироваться кстати сейчас везла деталь детальку без пассажира то что я говорю для машины какой-то маленький пакетик тысяча рублей ну 925 они оставили тысячу очень здорово спасибо большое вот я еду поставила заказы по пути домой уже 7 часов я сегодня вышла пол шестого если вы помните поэтому уже много всем привет приветики у нас сейчас утро время сколько у нас 7.30 сегодня я вышла чуть-чуть попозже потому что я вчера пришла тоже поздно получилось я в общей сложности работала с пол шестого до восьми часов вечера поэтому я сегодня поспала подольше немножко поспала мама сегодня что-то себя не очень хорошо чувствует где-то под грудью болит Дэни останется сегодня дома сходят в поликлинику если что-то я подъеду нужно конечно провериться потому что никакие анализы уже давным-давно не сдавали и нужно как-то ну сдать анализы и быть в курсе вообще о состоянии здоровья обязательно надо будет это сделать вот ну все я поехала вот уже во все солнце светит кстати читала очень много ваших комментариев под последним предпоследним видео кто-то там пишет что таксисты зарабатывают какие-то сумасшедшие деньги по 150 тысяч вы мне покажите таких таксистов это все ерунда попробуйте и сами посмотрите как оно на самом деле все у меня первый заказ я еду вот у меня уже было две поездки одна поездка была до Болотниковской и с Болотниковской тоже на Болотниковской чуть подальше не понимаю что происходит я приехала в центр на Тимур и Фрунзе чего тут происходит я вообще не пойму у меня пришел заказ детская городская поликлиника нагатинская то есть академика миллиончиков это мне ехать до Нагати сейчас покажу до подачи 6 минут а мне ехать 27 минут что это такое смотрите да видно не видно академика миллиончикова 22 я сейчас нахожусь на улице Тимура Фрунзе академика миллиончикова это мне ехать 14 километров это что за конские подачи ехать 27 минут того чтобы отвезти 8 минут это что такое это насмешка от Яндекса что ли то есть короче вообще непонятно я отменила заказ и сейчас мне приходит следующий заказ на Болотниковскую то есть это что такое вообще на Болотниковскую улицу мне ехать там 20 с лишним минут то есть это возможно связано с глушилками которые в центре Москвы или что это вообще или навигация как бы не работает я не пойму то есть это что-то с телефоном то есть мне приходится я из-за этого теряю баллы я теряю активность вообще непонятно там вот девушка играет на скрипке после этого заказ приятел сзади а просто сказать это у а у Маляк собралась Маляк Здесь у нас Сегодня Света с детьми, с Наташей Все поедут в музей космонавтики Маляк тоже поедет Я ее отвезу сейчас Туда в Солнцево И Маляк Поедет потом Потому что у меня сегодня работа Маляк уже так выросла Закрывай Это не трогает, кто-то оставил Ну все, мы сейчас выезжаем Я отвезу Маляк Ребята все поедут Мне тоже хотелось бы съездить Но мне надо работать Мы с Маляк выбрались Да, Маляк? Как дела? Нормально Хочешь приехать В гости туда Да Маляк мечтает их увидеть Ну все Ну все, ладно Коля будет стесняться Коля будет стесняться? Да Как раньше он стеснялся Помнишь? Ну ничего Привет 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 Ты не сможешь найти Кфику Вообще Я на второй заказ Еду на второй заказ Я в центре Подъехала к музею Пушкина Привезла мальчика с мамой К музею Пушкина Я в самом центре Вот Заказ пришел Видимо я его автоматически привела Приняла Кстати всякие флаги висят Консульства различные Мальчик едет спрашивает А почему здесь флаги висят? Сейчас привезла молодежь Вот сюда на теплоход У девушки день рождения Вот это напротив гостиницы Украина Всем привет Я вот все работаю Воскресенье Блин Представляете У меня человек забыл телефон Айфон видимо судя по всему Главное что он поставил его на зарядку Свою зарядку подключил И положил сзади Вот здесь вот И я возила в это время пассажиров Слава Богу Никто не украл телефон Слава Богу Я вот сейчас жду Пробую Хотела думала Позвонить Там кому-то Чтобы забрали телефон А телефон Это с пальцем И я не знаю И там были пропущенные звонки Он видимо стоит На Сайленс И я не могу Его открыть Чтобы кому-то позвонить Ну я вот поставила его сейчас вместо своего телефона Представляете Вот такая фигня Это мне кажется Забыл Я даже не знаю Кто это Кто у меня подключал Мужчина какой-то подключал Я даже не помню кто Это видимо Видимо Отец с девочкой Я даже не помню кто Ну посмотрим Ладно Ну все Я созвонилась Со службы поддержки Яндекса Они мне Выслали телефон Клиента Пассажира Который забыл телефон И я сейчас Не еду Не еду Поставила Заказы по пути По делам Чтобы не впустую ехать Зазвонилась этим мужчиной Спросила Это вы были с девочкой Я помню Что он Что-то Почему-то у меня эти клиенты Отложили Отложились в голове Он говорит Да это я была Я говорю Ну понятно Улица планерная А я как раз Вот как бы катаюсь В этом районе Вот поэтому Вот поэтому Как-то Вот так вот Сейчас Один заказ прилетел Сейчас Как по пути Сделаю его Чтобы не пустой Тоже кататься Вот И как бы Ну и довезу им Дождутся они меня Довезу им этот телефон Отдам Везла сейчас парня Он работает в Яндекс доставке Вот Он говорит Что Типа того Не каждый бы так сделал На вашем месте Ну Почему не каждый Я считаю Я считаю Вот От Каких-то Вот таких Вещей Обогащения Никогда не будет Надо Типа Могли бы Могли бы Сказать Что Вы ничего Не находили Там Я на самом деле Его Случайно Обнаружила И хорошо Что никто из пассажиров Не взял Потому что он лежал Вот там Сзади Хорошие пассажиры Попали Что никто Не взял Вот Поэтому Я считаю Что Никогда Ни человек Не обогатиться Если будет брать Чужое Поэтому Поэтому Как то так Ну все Я как бы еду По Ленинградке Ленинградский Проспект По дублеру Я Ну все Ладненька Посмотрим Как оно дальше Уже время 7 часов вечера Я по идее Скоро должна Буду ехать домой Я встретилась С пассажиром Который Телефон Забыл И как бы Отдала ему телефон Я говорю Вы за доставку Хоть заплатите Потому что я ехала Очень долго Он такой Типа Ой Я типа Вам по номеру телефона Переведаю Ну переведите 400 рублей Ну я не знаю Есть у него деньги Нет денег Переведет Не переведет Это как говорится На его совести Своей стороны Я как говорится Отдала телефон А уж Дальнейшие действия Как говорится Это на его усмотрение Сейчас поставила заказы По дороге домой Потому что Время Почти 8 часов Я вот с этим С доставкой Телефона Потеряла Где-то Ну в принципе Не страшно Ладно На другом конце Города Ехать 54 километра 54 километра Мне ехать в сторону Дома Я сейчас нахожусь В северном Тушино Ну вот Так что Планерная Я ехала Доставляла телефон На планерную Посмотрим Посмотрим То есть ты к людям Относишься Как бы так Чедоплать отличает За доставку И то На другой конец города Это Конечно Не 400 рублей Это 800 рублей Как минимум Тем более Выходной День Ну Как говорится По июлу мое Через 48 километров Ехать 50 километров Странно Что Он мне по городу Не повел Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok